Анна Бережная 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 Мы говорим, что подростки, про подростковые проблемы, про подростковые интересы, подростковые какие-то штуки, коммуникацию, речь и прочее. И само название фестиваля, оно в себе несет вот наш месседж, нашу миссию. Фарватер как путь, как некий путь, который мы прокладываем. То есть фарватер — это значит идти безопасным путем. Путем о книге, которую мы привезем, про которую будем говорить, это именно тот фарватер, который можно себе найти на нашем фестивале. То есть это не только морское название, потому что мы во Владивостоке, но также оно несет более глубокий смысл. Я знаю, что, как ты правильно сказала, интересно будет уже и более взрослым, и юным личностям. Я думаю, что их родителям тоже в том числе, потому что вы будете затрагивать очень немаловажные вопросы, такие как взаимоотношения детей и родителей. Конечно, подростковый возраст, он самый сложный. Наверное, в этом смысле, Татьяна, вы уже 20 лет практически работаете с такими ситуациями. Я знаю, что у вас будет невероятно интересная и актуальная лекция. Это лекция о буллинге. Так вот, что же это такое? Какие проблемы и масштабы сегодня он принимает на сегодняшний день? Ну, буллинг — это от английского травля. То есть, что такое травля? Это не когда там мальчик с мальчиком подрался. А все-таки травля — это когда группа детей травят, то есть, какое-то причинное насилие. Либо эмоциональное, либо физическое. То есть, караулят, например, после уроков, там, избивают, обзываются, принижают. Ну, если это эмоциональная травля, то это без физического, но тоже это даже может быть более болезненно, чем физическая травля. Какие размеры? Ну, по статистике, 40% школьников подвергаются травле. Ну, вот я не... Это большая цифра-то достаточно. Это большая цифра, но дает статистика такую цифру. Но я бы не сказала, что у нас вот в Центре психотерапии прям это такая актуальная тема. Ну, это встречается, но не так, чтобы прям это принимало какие-то формы устрашающие, конечно. Я знаю, что сегодня есть новые виды буллинга. Он-то существовал всегда. Всегда были жестокие подростки, которые травили там своих одноклассников и так далее, и так далее. Но сегодня есть, скажем так, современные реалии, диктуют тоже свои условия в этом смысле, в том числе. Есть новые формы. Так вот, какие-то формы, Татьяна? Да, новые формы. Ну, так как сейчас расцвет интернета, то это, конечно, интернет-буллинг. То есть, это травля в соцсетях. Там это делать очень легко, потому что, ну, тебя никто не видит, и ты можешь делать что угодно, как говорится. Да, хотя есть все-таки управление этим, есть администраторы там, которые этим занимаются. Но дети очень уязвимы. И в силу своего эгоцентризма они очень сильно на это реагируют, потому что, ну, они это связывают с собой. То есть, если ко мне так относятся и что-то говорят оскорбление мне в сетях, то я какой-то плохой, то есть подтверждение моей плохости. И для них это очень болезненно. Здесь важно доверие, конечно, родителя ребенка. То есть, рассказывает ли вообще ребенок об этом. Или он это переживает в себе и вплоть до суицидальных мыслей. Вот таким образом. То есть, ну, в соцсетях он получает и оскорбительное там, и унизительное отношение, критика там его рисунков, картинок, что он там выкладывает. В общем, такое активное давление со стороны не только, получается, в школе, но и уже есть риск получать такое давление и дома. И поэтому это особенно актуальный момент, особенно актуальная проблема. Мы еще вернемся обязательно сегодня к этому вопросу, чуть более подробно поговорим. Оль, ты тоже постоянно работаешь с подростками в проекте замечательном, очень известном, Кот Бродского. У вас целые программы, да, подростковые. Я так понимаю, что не просто так вы затронули именно эту тему на фестивале «Фарватер». Да, конечно, не просто так. Вообще, так как первый «Фарватер», он посвящен именно коммуникации, мы решили, что тема буллинга и тема насилия в подростковом возрасте, она в принципе, ну, про коммуникацию, да, про то, что подростки часто боятся об этом говорить, они боятся кому-то об этом рассказать. И читая подростковые книги, я заметила, что очень многие хорошие подростковые книги именно про давление. Не обязательно именно про буллинг, но какое-то давление, домашнее давление, в школе давление, ну, та же травля или просто какие-то претензии со стороны родителей очень жесткие. Конфликты с учителями тоже. Конфликты с учителями, конечно. И эти книги, они эти проблемы препарируют, разворачивают и поворачивают в такую сторону, что показывают читателю, ну, потенциально подростку, что все решаемо. А вот достать эти книги во Владивостоке, я знаю, что не всегда так просто, их выходит немало. Да, давай поговорим немножко на эту тему. В частности, Кот Бродского и занимается тем, что помогает читать, находить эту литературу. Это на самом деле удивительный момент. Когда я начала работать с подростками, я обнаружила, что книги, которые... Ну, есть у нас в библиотеках городских, в магазинах, просто они представлены. Ну, вот. И это для меня было таким шоком. Я ходила по Владкниге, я ходила по «Читай городу», искала полку с детской литературой, и, ну, в общем, ничего там не находило. И тогда я стала знакомиться с московскими и питерскими издательствами, лично с ними коммуницировать. Мы с ними поработали в Красноярске и в Москве. И вот так пришли к выводу, что нам комфортно вместе работать, и нужно уже что-то сделать вместе в Владивостоке. Ну, вот так и родился фестиваль «Фарватер». То есть в первую очередь этот фестиваль... Нет, хорошо, не в первую. В первую он всё-таки ради людей. Во вторую он ради книг и людей, ради того, чтобы книги попали в руки к читателям, которым они нужны. К своему читателю. К своей книге, к своему читателю. Замечательная цель. И будет ярмарка, безусловно. Конечно. Ярмарка — это такое ядро фестиваля. Это просто калька, такая хорошая, в хорошем смысле калька, с Москвы и Красноярска, потому что там происходит ровно та же история. То есть есть большая ярмарка, и внутри неё, и вокруг неё строится уже программа мероприятий. То есть какая-то событийная часть, какие-то другие мероприятия и программы. Но в центре люди приходят и видят красивую ярмарку. И перемещаясь по ней как в лабиринте, они уже находят что-то вот ещё. Так же будет у нас. У нас будет ярмарка, на которой прилетают 8 издательств. Вы можете себе это представить? То есть в Аудиостоке такое впервые. Они прилетают... Для нас это роскошь, можно сказать. Да, они прилетают и везут почти две тонны книг. К нам уже... Тяжело. К нам уже по железной дороге едет две тонны книг. Вот чтобы вы понимали, что сейчас происходит. Вам нравится, что мы держим самую главную интригу? Мы не сказали о площадке. Да, площадка. Площадку выбирали долго, но с пониманием и с любовью. Это дом пионеров, который ныне называется Дворец детского творчества. Весь театральный корпус. То есть фестиваль займёт с Цокольного по третий этаж. И на нём расположатся все наши площадки. Вход свободный, я так понимаю? Вход свободный на все мероприятия. Есть одно маленькое исключение. Это мастер-класс художника из Швейцарии, который прилетает к нам на фестиваль при поддержке Швейцарского совета по культуре про Гельвеция. Он будет проводить маленький мастер-класс только для художников. И на него мы будем принимать заявки. То есть мы примем заявки от художников, и они попадут на этот мастер-класс. Но тут история просто в том, что человеку, не рисующему, этот мастер-класс мало что даст. И именно поэтому мы ограничиваем. Но так возраст не важен, как мы сказали. Совершенно. От и до, да, от мала до велика могут прийти и... Мне кажется, интересно будет всем. Нам уже пишут во всех соцсетях люди, что они уже распланировали свои дни, не знают, как везде попасть. И подростки... Вот, классные истории. Мне недавно написали подростки из Арсеньева, сказали, что они организовались маленькой группой, нашли себе провожатого взрослого. Какие молодцы. И едут к нам на фестиваль. Здорово. То есть, действительно, мы не просто так говорим об актуальности. И здорово, что сегодня, хоть мы и многие говорим, молодежь не читает, молодежь не интересуется, все в интернете, это не так. Это не так. И вы, проект Кот Бродского и фестиваль Фарватер, тому подтверждение. И дай бог, чтобы он стал ежегодным. Очень надеюсь. Правда. Татьяна, вернемся к вашей лекции. В какой из дней будет она проходить? Может быть, сразу в два дня? Как на нее попасть? Расскажите чуть подробнее, пожалуйста. Ну, лекция, мне сказали, будет 22 июня, в 17 часов. Ну, то есть, будем освещать эту проблему, как это профилактировать, что с этим можно сделать. Ну, и детско-родительские отношения там затронем, если время там хватит. Все, кто чувствует, что есть некие проблемы в отношениях с детьми, может быть, что-то волнует, могут прийти и почерпнуть необходимые знания, и более того, пообщаться напрямую с Татьяной, задать ей вопросы. Мне кажется, это тоже очень полезно будет. Всем, в принципе, полезно. Татьяна, мы поговорили немного о буллинге, да, чуть более подробно уже на лекцию, можно прийти о нем узнать. А вот интересно, с какими еще вопросами, их много, всех не перечислим. Ну, вот такие самые-самые актуальные проблемы, с которыми сегодня к вам приходят. Ну, да, вопросы обширные, но часто приходит как раз вот и проблема коммуникации, то есть, ну, например, ребенок из ГОИ в классе. Там, конечно, не знать, что это буллинг там во всех случаях, да. Буллинга нет, но и общения нет. Вот замкнутость нет, общение, трудности коммуникации. Вот это часто. Также проблема, что, ну, не слушается, плохо себя ведет. Проблема с учебой. Там, ну, плохо учится, нет мотивации учиться. Часто очень это школьные страхи, то есть вообще страх учиться, ходить в эту школу. Не знаю, что даже бывают страхи. Ребенок может знать материал, но он боится поднять руку, ответить, выйти к доске. Это тоже проблема на самом деле. Это вплоть до фобии, то есть, когда он даже не может ответить. Его поднимают, он не отвечает, ему ставят двойку, он садится обратно. Вот. То есть, ну, и много еще других, конечно, проблем. То есть, я как доктор, я занимаюсь больше все-таки не психологическими проблемами, а невротическими. Но эти все вот проблемы, они завязаны. То есть, если ребенок вот такой в классе некоммуникабельный, у него невроз в любом случае есть. Да, то есть у меня невротические, тревожные расстройства, депрессивные. Депрессии очень много приходит. Хотя по статистике 5-7% подростков, но у меня их много. И это тоже связано очень часто с взаимоотношениями в социуме. Потому что подросток, он, для него же это актуально становится. В подростковом возрасте отношения в обществе, как меня воспринимают ровесники, самооценка. И вот если что-то там не так, то это может быть одним из факторов развития тревожного расстройства депрессивного. Особенно сегодня, когда у нас есть такая соцсеть, как Инстаграм, где мы видим красивейшую картинку. Неважно, что там она может быть даже как-то обработана. Те же девочки могут смотреть и думать, а я не такая красивая. И замыкаться, мальчики, да, та же история. То есть действительно, наверное, проблема очень и очень актуальная. Да, они смотрят и сравнивают не в свою пользу. То есть у них ощущение, что я такой бедный, несчастный, у меня все плохо, а у кого-то там очень все прекрасно. Вообще знакомая подростковая история. Я думаю, так или иначе мы с ней все сталкивались. Спасибо, конечно, что есть специалисты, которые помогают решать эти проблемы. Я сейчас предлагаю сделать буквально небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о первом дальневосточном фестивале юной книги «Фарватер». Оля, мы в первой части, конечно же, рассказали и о целях, и о задачах фестиваля, но не все перечислили. Есть еще одна, я знаю, расскажи. Одна из важных целей фестиваля сделать так, чтобы в книжных магазинах Владивостока появилась хорошая подростковая литература. Мне кажется, это очень важно. Также будет награждение победителей, таких интересных конкурсов, комиксистов, я так понимаю, это те, кто пишет, рисует комиксы, и авторов повести для подростков. Вот это очень интересно, что в принципе есть у нас такие конкурсы, о которых мы не все знаем. Оль, расскажи, что их ждет, какое поощрение, и главное, как много желающих участвуют? На самом деле конкурсы показали, что у нас много пишущих и рисующих ребят, и мне бы хотелось, наверное, сконцентрироваться на конкурсе повестей, потому что это большая, какая-то наша большая и маленькая победа с этим конкурсом, потому что он был придуман вот так немножко внезапно, я поняла, что это нужно. Дело в том, что сегодня на Западе очень популярен жанр янг-далт, как я говорила, и крупные издательства проводят конкурсы произведений в этом жанре, в то время как у нас на Дальнем Востоке этот жанр почти неизвестен. И было интересно, а есть ли у нас писатели, которые в этом жанре работают? Мы взяли регион, то есть мы решили, что лучше взять весь регион, чтобы посмотреть, как на Дальнем Востоке пишут. И на самом деле ожидания у нас были очень низкие. Мы думали, что нам пришлют 10 повестей, и мы будем счастливы. Повестей нам прислали 70. Нам написали авторы из Сахалина, Улан-Эдэ, Магадана, Хабаровска, ну, естественно, по Приморскому краю, Находка, Владивосток, Артём, Уссурийск. Очень много, очень развернутая такая география. И смысл конкурса в том, что мы искали писателей. То есть конкурс называется «Конкурс подростковых повестей на маяк». Но название обманчиво, потому что подростковые — это здесь слово, которое обозначает принадлежность, да, то есть для подростков. И писателю, которые прислали его работы на конкурсы, им большинство за 30, за 40. И это хорошо, потому что это значит, ну, как бы это показатель качества, это показатель того, что человек уже отрефлексировал, он уже знает, ему есть что сказать. И мы уже составили лонглист. Лонглист — это 13 лучших произведений по нашему выбору, по выбору редакции Котобродского. И сейчас из них команда «Тотального диктанта» формирует шорт-лист. Шорт-лист из пяти произведений мы предоставим издателям, которые к нам прилетают. То есть издатели дали согласие прочитать эти пять повестей и выбрать лучшие. Причем выбор будет публичный. Публично будет большая дискуссия. Они сядут все красивые в кресло и будут целый час обсуждать то, что они прочитали. И в рамках беседы при помощи модератора будет выбрана лучшая повесть. А автор этой повести получит приз в 25 тысяч рублей и общий подсчет. И если повесть действительно хорошая, мы не ставили в рамки издателей, что вы должны обязательно издать. Нет. Но желающие в любом случае, я думаю, появятся. Мы в это верим. Я тоже так думаю, действительно. Потому что нужны новые авторы, нужны новые произведения, тем более они такие актуальные, как мы сегодня. Еще раз, в очередной раз убедились, да, темы. Татьяна, вы тоже советуете читать и подросткам литературу, да, и родителям? Потому что понятно, что необходимо обращаться к специалисту, но, тем не менее, и развивать себя самому, да, отвечать себе на какие-то внутренние вопросы тоже важно. Что, как правило, советуете? Я, например, знаю, что будет спектакль «Чучело». Всем известное произведение, фильм все смотрели, да, как раз-таки о буллинге, о том, о котором мы сегодня говорили. Советуйте ли вы, например, это произведение? Да, вот детям и родителям для совместного прочтения можно советовать книги и фильмы, но «Чучело» один из них. То есть, но это не просто посмотреть, это нужно обязательно с обсуждением взрослого и ребенка, о чувствах героя, что какие выводы он сделал, потому что это эмоциональный интеллект, это эмпатия. То есть, дети, они еще, у них не очень еще развита эмпатия, и это эмоциональный интеллект. И родители должны помочь в этом ему, и поэтому обязательно обсуждение, да. А в соцсети, ой, в интернете есть ссылки на литературу, ну, например, 10 книг про буллинг. Это имеется в виду художественная литература, а не профессиональная. И вот родитель может эти книги все даже прочитать со своим ребенком, допустим, особенно если он знает, что в классе есть этого ребенка, ну, какая-то вот травля, допустим, да. Даже, может быть, не этого конкретного ребенка, а может быть, он участвует в каких-то таких неприятных событиях. Ну, если он участвует, это тоже травматический опыт. Тоже травматический, да. Почему я говорю, что мы не говорим только о жертвах сегодня, мы говорим и о тех, кто, в частности, принимает участие в таком насилии, да, это можно сказать. То есть это тоже важно, объяснить ребенку вовремя о том, что нужно испытывать, умеете, чувство сострадания, потому что дети все-таки эгоисты в большинстве своем. Сочувствие, сопереживание. Это еще плохо развито. Вот, например, 8-12 лет дети, да, то есть в силу плохо развитого эмоционального интеллекта и префронтальная кара еще недостаточно развита. Ну, у них мало ответственности, да, какой-то вот. Поэтому обязательно родители, дети. Подросткам я могу советовать в плане, когда же профессионально больше литературы. Ну, например, Виктор Франкл в поисках смысла. Ну, это уже постарше, когда подросток. Вот. Или там психологическое айкидо, литвака, например, есть. Ну, это постарше вот подростки. А помладше это, когда дети, родители вместе, да, какую-то вот литературу читают. Не только по буллингу, ну, и, например, чтобы укрепить их детско-родительские отношения, чтобы развить эмоциональный интеллект. То есть это сказки, притчи, все что угодно. По возрасту, естественно, ребенка, да, то есть родители выбирают литературу. В общем, мы в очередной раз пришли к тому, что читайте, читайте, еще раз читайте. Правда? Учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Потому что действительно всегда можно почерпнуть полезную информацию, даже научиться чему-то по-настоящему жизни, да, читая правильные книги. И вот как раз фестиваль «Фарватер» поспособствует этому выбору. Оль, конечно... Я сейчас скажу одну грамольную вещь. У нас на фестивале будет зона умных видеоигр. То есть тоже интересно. Да. На литературном фестивале просто дело в том, что сегодня есть очень интересный жанр компьютерных игр, который уже отпочковался от квеста, но название ему не дали. Я дала ему название «Цифровые новеллы». Я написала разработчикам этих игр, которые все, естественно, зарубежные, потому что в России такого еще нет. И никто мою позицию не оспорил. То есть я выделила определенные критерии, чем эти игры отличаются от квестов и почему они ближе к литературе, чем другие видеоигры. И эти игры мы представим на фестивале также. Оль, это очень интересно. Я бы сама с удовольствием пришла и попробовала. Всем рекомендую действительно это сделать. Много всего нового. Видишь, мы даже за одну программу не успеем, я думаю, рассказать, потому что я хочу повториться, будет и культурная программа очень обширная. Оль, перечислить так, может быть, немного, что еще будет. У нас будет театральная программа. То есть будут спектакли, будут читки. У нас будет программа из литературных шоу. Это и Кот Бродского, и поэтический театр, который тоже свое отдельное шоу делает. У нас будут встречи с психотерапевтами, психиатрами, мощные, важные, связанные с книгами. У нас будут встречи с писателями, у нас будут мастер-классы для комиксистов, у нас будут обсуждения комиксов, в принципе. У нас будет встреча с учителями, у нас будет подростковая полемика. И, в общем, мне кажется, перечислять можно бесконечно. Бесконечно. Лучше прийти и попробовать, посмотреть и узнать много нового и интересного. Итак, нам пора заканчивать. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы к нам сегодня пришли. Я желаю вам успехов в проведении первого Дальневосточного фестиваля юной книги «Фарватер». Побольше гостей, побольше положительных эмоций. Спасибо, что нашли время и к нам сегодня пришли. Вам спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова